вот нимфиум вот вода вот тут кругом разнокалиберные статуи стояла тут явно больше этих статуй значит стоял два диониса один стоит 2 нет но в общем вот какие-то подставки на них тоже что-то должно было стоять всего этого нет но вода как мы видим есть но самое главное чтобы я хотел сказать и чтобы не пропало то что вот эта вода не та священная вода которая текла скажем при императоре значит цезаре или при акт виане августе откуда она берла бралась освещенная отдельный разговор а вот сейчас скажем что вот эта вот вода как говорят археологи она вообще из другого водопровода чем был раньше при цезаре значит то есть тот который построили где-то в шестом веке ну я не знаю там как с датами с датами точно определиться не могут но после того как поменяли источник воды и соответственно место святой воды здесь стала вот в общем-то обыкновенная значит собственно и произошло то самое землетрясение после которого все разрушилось в том числе перестал функционировать ну в общем короче и вода исчезла то есть ну не знаю кто что в этом видят но можно увидеть и знак того что ложные ложные ложный источник воды воды ложная вода это в общем-то богам него не угодно ну вот не знаю делают это кто-нибудь вывод или не делает но мы ритуал конечно собрали вы видели до руки помыли значит при встрече с рекой если в сибири ну в сибири таких нету произведения искусства есть вот руки помыть и совершить умовение это вот знакомство с водой принципе почему бы не познакомиться и с тем источником откуда сейчас течет вода не думаю и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дима, а вы, так сказать, гениальное прозрение? Чего они туда забрали? Гениального нет, но просто там вода была! Ну, только, знаете, бытовой есть, но там был источник! Но она течет с горя, она вниз течет! И все равно расположится на 300 метров! Там уже равнина! Вода-то еще никуда не успела деться! Там, где орлосон сейчас! Да, может, было это, и там вода! Да, логично! И не лазит никуда, и растет там уже... Нет, там весна только началась! Вот, в конце апреля! Только началась! То есть, там, в принципе, неудобно? Мы вообще прибыли самые первые! Потому что мы первый раз приехали! Значит, еще листиков не было на этих самых... Виноградных этих самых... Вазажах, да? А через неделю поехали, они уже там были, так сказать, все-таки крупные листья! То есть, мы самые первые были! Значит, первое ощущение, это было, когда мы за столом смотрели на город! Вы спиной смотрели, конечно! А я-то сел... Это мне оставили такое место! Я сел на самое лучшее, которое тут может быть! Я-то сел... 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 Нет, в целом, что красота, вообще там место такое очень красивое, что это, не знаю, круче любого ресторана, наверное, в мире. Это я думала. А вот то, что именно наслаждаться героином, я оттуда не наслаждалась. Ну, может быть, он для меня слишком мелкий, с моим зрением. Ну, возможно. Ну, на самом деле, оттуда не героин виден, оттуда виден комплекс. И вот это вот очень ценно, что вот это вот сильное произведение, все впечатления проводят комплекс героина с этим нимфеумом. Именно комплексом. Потому что, когда мы забрались туда внутрь, так сказать, первый факт, который надо обсуждать, что восприятие нимфеума и героина совершенно разное. Они расположены друг от друга метров, ну, 30, а может и меньше, значит, может 20. Значит, вот получается, что если смотреть вот только на нефеум, то очень хорошее, красивое, не красивое, а такое веселое настроение. Значит, это вообще было отмечено всеми участниками нашими. Да, кстати, то, что мы фактически еще и зебу туда приехали, там вообще не было туристов, да, там было человек пять их всего и все. И то рассеянное по всей этой громадной территории. Значит, а если забраться к героину, значит, и встать спиной к нимфеуму, то тут совсем другое. У вас какое было? Пониженное настроение было такое. Ну, это просто было, ну, это на контрасте, потому что... Учтите, вы записаны, как там на самом месте интервью, так что, значит, за базар. Следите за базаром. Я забыл, что я там сказал, но я точно знаю, что было пониженное настроение, как это? Вот такие сказали вроде? Пониженное настроение. Да, так и сказали. Просто это на контрасте было заметно, что как было, там было одно состояние настроения, туда забрали совсем другое. Так, вот он показывает, нефеум, он просто ниже, а этот героин чуть выше. Да, хорошо. А вы? Какие у вас ощущения? Ну, я не особо там отслеживал, но в целом у меня уже, да, нифеума, ну, как, можно мне, я объясняю, что это пространство там открытое, и ты себя более как бы свободно чувствуешь. А там закрытое. А у героина, да, действительно, мне казалось, как бы... Он этот, вечно приземляет все, все свои ощущения, не знаю. Нет, я просто не знаю, где он нашел закрытое пространство, или он для героина. Нет, но у меня вот ощущение, как раз в героине у меня было ощущение, что я вот, ну, как будто меня подперли вот так вот со всех сторон. Вот, да. Вот это уже здорово, это он, кажется, не говорит. Ну, прятка все время, по нему это заметно, он ужасно боится поверить в свои ощущения. Вот он все время так говорит, ну, я, конечно, скажу это, но я не уверен, что я в это верю. Ну, так, ну, как будет? Вот как это так? Вот, ну, по лицу же его видно, вот тут веселый, тут грустный. А он, ну, я не уверен, что я верю в свои ощущения. Так, самые сильные ощущения испытала у нас наша Слата, значит, особенно ценные на этот момент. Как будто бы нет. Я-то что? Вы там, в унтиле, возле героона? Так, а ты? А вас? Просто. А то, как будто только я ощущения испытала. Ну, вообще. Так, расскажите нам о ваших ощущениях. Ну, я уже много раз рассказывала, там интервью впереди будет, зачем повторяться? Ну, ладно, только для Никиты, если. Что ощущение жажды творчества было на нимфе, у меня очень хорошее настроение, не хотелось уходить, хотелось продолжать снимать, но меня Илов мне не дал, погнал дальше. И когда мы пришли на героон, у меня вот остро было сначала разочарование, потом раздражение, а потом острая обида. Так, отлично. Дальше начинается интервью. Вот мы находимся с тыла от героона. Почему? Чтобы было видно вот эти вот танцовщицы. Вообще-то пишут все время, что они реставрированы. Но они нисколько не реставрированы. Мы только что видели подлинник, значит, в музее Бурдура. Дальше. Дальше. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, они в точности в таком же виде, просто это гипсовый слепок Ну, в общем, я бы сказал, что это халтура Ну, то, что мы находимся вот рядом на уровне этих танцов-хидж Это, конечно, обман зрения полный Потому что вообще здесь во множестве мест Надо все опускать метр на два с лишним Значит, думаю, где-нибудь у нас будут снимки раскопок Где видно, что белый камень Значит, вот он, допустим, до высоты вот такой или даже выше А выше, так сказать, темный камень Темного цвета, точно тот же самый камень Это граница светлого и темного Она отображает засыпанность То есть, вот светлый, это там, где насадки не достигали Значит, и камень оставал светлый А выше, значит, вот осадки и прочие гадости Типа кислотных дождей, значит, все портили Значит, то есть, вот этот вот героон, на этом месте, где мы стоим Тут надо метра два копать вниз Или более того Значит, скорее всего, вот этих вот стеночек тоже не было Значит, все это вот наносное Ну, то есть, когда говорят, что это вот реставрированное Мы видим, что ничего, это, в общем-то, в моем понимании Это не реставрировано Единственное, что сделали, что тут вообще-то рассыпалось И утверждают, что все осколки остались Ну, в частности, вот этих вот танцовщиц Все остались и определили, какой с кем был связан Вот, а реставрация-то просто сложили разбившиеся куски Но в моем представлении реставрация, это довести ее до того состояния Чтобы действительно от красоты дух захватывало Значит, поэтому, в принципе, когда мы сюда подошли Обратили внимание, что дух не захватывает Ну, может быть, у меня не захватило Я думаю, что это вот как раз связано с тем, что я подхожу И сразу разочарование Потому что наобещали такую полную реставрацию Ждешь вообще не знамо чего Неведомой красоты приходишь А тут просто вот рассыпавшиеся камни, побитые Значит, сложили вместе И все Ну, что ж, будем надеяться Ну, не обязательно реставрация И, может быть, кто-нибудь сделает такой же А вообще, конечно, жутко красиво Вот, например, на фотографиях я не видел Что там такая богатая резьба Вот, под крышей там еще И львы, кстати говоря Вообще, как он называется-то Фриз, что ли? Нет, не фриз Ну, в общем, короче, вот эта вот Так сказать, выпирающая вперед Значит, часть Ну, в общем Остается только себе представить Как это было красиво Когда это было целое и ухоженное Я сейчас, перед тем, как подойти Гиралону с таким воодушевлением Снимала Нимфеум Такое было хорошее настроение А когда подошли сюда Я приготовилась Впечатлиться Сначала острое разочарование А потом началось раздражение сильное А потом и вовсе обида И вот до сих пор я сейчас стою И обиженная В общем, чего-то я не понимаю А что означает обида? Что значит, что я чего-то не понимаю Вот эта вот лавочка Античная Вот видно, что она с ногами С тех времен И по всей видимости Она была поставлена Именно на это место И вообще она мне Вот эта вот лавочка Она напоминает лавочку Которую установили По приказу товарища Стайлина Около могилы На, значит, как он На Водевичьем кладбище Значит, ну просто вот Есть места Где можно подумать Значит, я не говорю Что сейчас можно подумать Мне кажется, что вот это вот Всеобщее разочарование Когда они вот подходят сюда И видят вот это вот Значит, вот Изначально нечто святое Значит, мне кажется Что вот это вот разочарование Которое здесь достигается Это результат намеренных действий Значит, вообще меня всегда удивляло Как это так Значит, ну Гражданские лица из Бельгии И те, которые вот проводили здесь Значит, и вообще Что-то вот Ну без всякого сопротивления Воспринимают Ну такие крутые вещи Как героон Там тюремная культура Черный порядок Ну Было невозможно Но Вот просто у них руки Должны были не шевелиться Но если так Подменить состав Тех, которые будут Это Монтировать Собирать Значит, сделают это вот Ну вот Безобразие Так что Будет вот только Отталкивать От самой Идеи Так что Ничекаких чудес Не случилось Гражданские Люди Археологи Из Бельгии Значит Не справились С этой задачей Оно должно Производить Ну Совсем Другое Впечатление А лавочка Отличная Просто вот Чудесная Очень уютная Ну Блин Я бы хотел Такую иметь У себя Но Дома нет В согласии у меня пока только одно впечатление Из всего комплекса Мне только вот эти вот Две арки на меня Произвели впечатление Вот Вот Когда пришли К нимфиуму Вот эти арки Сам нимфиум Там было весело И ощущение Что попал действительно В древний мир А тут Когда подошли Герону Стало грустно Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну вот здесь вот Возле нимфиума На этой площади Творчество просто зашкаливает Хочется просто снимать 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 Меня Миняйлов уже оттуда Просто звал Конкретно Отсюда Ну то есть Это какое-то место Действительно Идеальное Для детско-юношеского творчества Ну вообще Светлая сторона Диониса и нимф Это как раз Вот детское Развивающее творчество Ну юношеское И В принципе Можно было видно Что Миняйлов не особенно Заинтересовался этим местом А вот и мне И Диме И прятки Прямо вот здесь Захотелось творить Мне вот эти арки Тоже просто безумно Захотелось поставить Сценку какую-нибудь Чтобы обе арки Были видны То есть И Сами люди Которые вот этот Вот нимфиум Восстанавливали Вот даже не поленились Воду провести Видимо их тут тоже От творчества Распирало Вот они до уровня Творчества нимфы Диониса Доросли получается Их тут просто там В полном восторге Работали А до уровня героона Патриархатного Совершенно Не доросли Там вообще У них руки опустились Все сделали Тяп-ляп Еще раз Ну по одежде видно Что мы сегодня Уже второй раз В Сагаласе То есть Мы его покачали И Сами же поразились Своим странным мыслям В первой поездке Вот мы говорили Что Героон Сделан Тяп-ляп Вообще Не доделали И что это Нас разочаровало Хотя Совершенно смешно Ведь мы Сколько посетили Развалин И кучу Видели развалин Совершенно Невосстановленных И нисколько Нас это не раздражало То есть Это была Рационализация Этого раздражения И даже Если бы Героон Был вылизан Просто Сверху Донизу Его покрыли Тонким слоем Золота Мы все равно Бы испытали То же самое Раздражение Разочарование А почему так На семинаре А вы понимаете Что именно К этому И стремятся Вообще Архитекторы Когда они Что-нибудь Строят Они стремятся Чтобы что-нибудь Вот какое-то Впечатление Оставляло И вообще То есть Там вообще Получается Сильнейший Успех То есть Вот у всех Четверых Которые мы Там были Там были Совершенно Одни и те же Деакции На Значит На Этот Ньюфиум И на Героон А учитывая Что Значит Все туристы Толпятся Там у Ньюфиума Даже Не обязательно Что любуюсь Там Пункцию Этого Подземного Хода Тоже Там Они Все Ковались Что-то Им Там Нравилось Но От Подземного Хода Тоже Нигра Он Не Видит Вот Значит Вот Это На всех Производит Вот Это Значит Получается Успех Архитекторов Античных Вот Значит Я Не знаю Как Подать Сказать Что Что Вот Это Вообще Как бы Центр Согласится А Ну вот Сейчас Мы Будем Говорить И Показывать То Что Почему Вообще Они Забрались На Такую Высоту Мне Рассказ Латвилит Давайте Лучше Я Расскажу Самую Простую Мысль Которую Мы Начали Качать Вот Эту Разницу Ощущений Разобрать Что Это За Разница Ощущений Ребята Сейчас Я Сначала Скажу Понимаете По моему Это Очень Священное Место И Скорее Всего Это Было Место Паломничества Для тех Кто Понимал Значит Вот То есть Вот Ощущения Уже Есть А Теперь Начинается Толкование Откровение Открытие И Псих Катарсис Вот Теперь Можно Начинать Ну Само Собой Как Только Мы Вернулись И Отдохнули Первым Вопросом На Катарсис У нас Был Почему Возникает Обида Возле Героона Но Обида Это Чего Ты Не Хочешь Понять Ну Ну И Поняли То Что Рядом С Герооном Понятное Дело Повышается Коллективный Разум Поняли Прокачали Так То есть Там Святое Место Какое-то Соответственно В этом Месте Масштаб Этого Святого Места Понимаете Я утверждаю Что Он Это Вот Охватывает Может быть Центральное Место Ну Вот Ну Этой части Средиземноморья А может быть Сей Бал И Азии Может быть Так Продолжение Ну В общем Такой Силы Что Настолько Начинаешь Видеть Свои Недостатки Недостатки Других Что Остается Только Друг на друга Обижаться В каком-то Смысле Ну Если Ты Например Что Тебя Оскорбляет Вот В ближнем Твоем Вот Ты Увидел Что Он Не Любит Тебя Изо всех сил Я не знаю Может быть Так Но Мне Просто Хотелось С кем-то Поругаться Конкретно Возле Героона Я Правда Не знала У меня Не успела Оформить Претензию Никакую И Конкретно Личность Не успела Оформить Которой У меня Должна Быть Претензия Но Я чувствовала Что Я хочу Поругаться Хотя Вот Вот Только Что Веселая Бегала По этому Нефеому 30 метров Назад То Есть Такое Святое Место Возле Которого Можно Прийти И Посмотреть На жизнь Реальным Взглядом Подумать Пообсуждать С кем-нибудь Чтобы ощутить Давайте Расскажу Чтобы Вот Ты Смотришь Что Человек Тебя Обихаживает Ну Просто С тобой Культурным Идет Не потому Что он Тебя Оценил А чтобы Ты не Сказал Чего Ни Умного Например Да Ну Ведь Это же Значит Он Тебя Отупляет Не Ну Я Не знаю Если У тебя Здоровая Психика То Такое Открытие Не должно Приводить К радостному Состоянию Нет Просто Надо Ощутить Ощутить Вот На Чего Просто Обижается Отлич Ничего Не сказать Какие Еще Можно Открытие Сделать О Человеке Вот Тебя Отупляют А Юзануть Тебя Хотят Это Вообще Огромный Спектр Грустно Грустно Очень Грустно Что Хер Ты Не Нужно Туалетная Бумажка Для Человека Ну Может Не на 100% Но Так Сказать Во многом Да Не Но Ведь Это Реальный Взгляд На Человека Если Это Реальный Взгляд То Значит Ты Не Будешь Улетать И Если Ты Будешь Действовать То Соответственно Действия Твои Будут Более Успешны Например У тебя Напарник По работе Если Ты Будешь Считать Что Он Тебя Так Оценил И Боготворит Это Улет Это Неправда И Успешность Твоя На Заработе В бизнесе Например Не Будет Той Которая Могла Быть Это У нас Прятка Которая Обожает Вспоминать Своего Партнера По Бизнесу И Считает Что Он Для Него Роднее Отца Вот Куда Вам Его Надо Пригласить Вот И Там Вас Ждут Интересные Открытия То Есть Значит То Есть Паломничество Гераону Приводит К Открытию Тайн Друзей То Это Настоящая Дружба На самом деле А На самом деле Действительно Настоящая Дружба Настоящая Дружба Это Когда Ты Понимаешь Чем Движен Человек Нет Ссориться С таким Нельзя Потому Не Смысла Не Ну Как Психологи Говорят Нет Смысла Разводиться Потому В следующем Браке Ты Воспроизведешь Все В точности То же Самое Если Ты Поссоришься С этим Таскать Вот Скотина Возьмешь Там Камень Которых Там Много Треснешь Ему Значит Вот Расколешь Череп Мозги Размаешь По Асфальту Которого Там Нет Значит Вкусно Я Сгладываю Сгладываете Вот Ну И Самое Худшее Что Если Вы Кокните Этого Своего Напарника То Следующий Напарник Будет Еще Хуже Потому Что Вы Потемнее Стали И Подобный К Подобному То Вы Следующий Напарник Будет Еще Хуже То Убивать Оскорблять И отбивать Ему почки Или еще Чего Смысла Никакого Нет Нужно Помочь И себе И ему Избавиться От этого Недостатка А мне Больше Хотелось Убивать Там кадры Есть Дмитрий Стоит В кадре Когда Алексей Александрович Интервью Читал Я там Дмитрий 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 Не Уже Хочется Вопросы Я не знаю Ногой ударить А он стоит Смотрит Дмитрий 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 На самом деле Это индикатор Того Что вы Должны Ему Помочь Избавиться От Какого-то Недостатка В перспективе А не Прямо Сейчас Читать Лекцию Ну конечно Лекция Вообще Не Блин У нас Есть Некоторые Не буду Указывать На Эти Женщины В последнее время Да Заскаливает Ненависть Это где-то Хорошо Так Надо Просто Так Ну дальше Значит Понимаете Такие отрицательные Эмоции Недолго Можно выдерживать Действительно Подерешься К чертям Собачьим И тут Можно вспомнить Что рядом В 20 Или 30 Метрах Находится Нимфиум Спустившись На который И который Высокий Он Заслонит Героон У тебя Вдруг Станет Веселое Настроение Как 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 в детстве Как в детстве Правильно Это Нимфа Это молодой Дионис уровень Так Только не чистить Это детское Юношеское состояние То есть Это Детская дружба Детская дружба Построена на том Что дети Совершенно Не видят Друг в друге Недостатки И не могут Помочь Соответственно От них Избавиться Это Мы согласны Ну да Да Не Ну Он вылез Только что Из лап Маменьки Которая Откайфовала От того Что она Его Отупляла Не считая Того Что он Вообще Молодой Не считая Того Что он Предал себя Как ясно Высокого Свалился С жейческого Мира В мир Посейдона Потихоньку Через кучу Грехов И теперь Кроме себя Вообще Никого Не видит Дети Никого Не видят Они Видят Себя Вот пример Сидит Мальчик Допустим Ему 10 лет Он мастерит Какую-нибудь Машинку Из деревяшек Подходит К нему Мальчик Пяти лет Какие у них Мысли Десятилетний Мальчик Мастерит И думает О Этот мальчик Мой Восхищается Рассмотрит Как я Мастерю Что думает Пятилетний Мальчик Старший Мальчик Меня Не прогоняет Наверное Он меня Оценил Ничего Не происходит Они Оба Подумали Что их Любят Это Детская Дружба Ее Можно Сравнить С Алкогольным Опьянением Алкаши Тоже Напьются И Начинают В любви Друг Другу Признаваться Пример Видеоряд Есть Хороший Эпизод В Фильме Великий Гэтсби Это Один Из Будущих Фильмов Значит Поэтому Никому Не в убыток Если Я не Позже Кто Смотрел Все Двадцать Смотрели Да Хорошо Я Тоже А Они Вообще Раз Пять Ну Вот У нас Так И Книгу Полтора Раз И Книгу Прочел Полтора Раз В В общем Джордан Гольфистка Эта Лживая Говорит Что Она Больше Так Здесь Я Вставлю Кусок Видимо Вот Этого Тусовки Которые Там Была Ну Что Просто Представить Ну Лидей Плэп Замечу Должно быть Ты согласен Я Я Вставляю Да Можно А Дальше Ты Настоящ Продолжен Ну Че Вы Меня Забиваете Блин Я точно Знаю Технологию Надо Показать Человеку Картинку После Этого Рассуждать А что Он Должен Нудрываться Ничего Перед Собой Глазами Не Виде Это Трудно Говорит Что Предпочитает Такие Вечеринки Как У Гэтсби Огромные И Многолюдные Потому Что На таких Многолюдных Гораздо Больше Свободы Чем На Домашних Вечеринках С ограниченным Количеством Людей Там Не Поясняется Но Совершенно Понятно Чем Больше Людей Тем Меньше Люди Вдруг Друг Могут Видеть Недостатки Роскошные Вечеринки Гораздо Уютнее А если Вот соберутся Вот так Пять человек Разговор Какой-то Начнется Сразу Начнем Видеть Где Дима Тупит Где Слата Улетела И прочее Если отвезти Герону Через полторы минуты Будет драка Ну полторы минуты Мы там были Не подрались Нет А мы Извините Их да Тут они сбегают Оттуда Просто Блин Пули улетают То есть Детская дружба Равно Тусовка Получается Дионисийская Младо-Дионисийская Дружба Это тусовка И Нет Это хорошо Видно по людям Дети Могут дружить Большими компаниями Ну Имеется Не то Что там Большой тусовка Но по пять человек Могут дружить Общаться Там И все такое У взрослых Друзей И с каждым годом Становится Все меньше И меньше И только Алкоголь Дает иллюзию Нет Действительно Вот казалось бы Ты развиваешься У тебя должна быть Больше потребность В коллективном разуме Чтобы что-то обсуждать И так далее Ну хотя бы Какие-то вопросы А на практике Получается Что человек В одиночестве Там Я не знаю Писали Я помню Там письма Тут писал Это самое Что вышел на пенсию И все Как в унитазе Все кругом смыло Он остался Полностью один Нет Это проблема Всеобщая жизненная А проблема Потому что Они не смогли Построить Правильное отношение С Дераоном Вкупе С нимфеумом И не разобрались С детской дружбой Чересчур ее воспели А если Вообще не слушали Этот семинар До конца Если воспеть Детскую дружбу То ты Настоящая дружба Это не научишься Потому что Детская дружба Не подразумевает Роста Коллективного С избавлением Недостатков Потому что Как только Начинается рост С избавлением От недостатков Тебе кажется Что тебя ненавидят Вот Диме укажу На недостаток Он скажет Ладно Меня ненавидит А подумаешь С этим ничего не сделаешь Пусть живет как хочет Дима сразу О Ребят Это Позволительно Там По улице Которые ходят Так Ну это Продолевает А еще Это можно назвать Как ни странно Тюремной дружбой Чем Отличается Тюремная дружба От настоящей Дружбы Ты Оказываешься В камере С людьми Которые Не торопись К тебе По цепочке Не имеют Никакого отношения Но они слишком далеко Так По цепочке Какой цепочке По цепочке Дружбы Жреческой Цепочке Дружбы И получается И не напрасно Они меня Все Возненавидели Это было Что-то Не знаю Рассказывал Даже бойкот Однажды Объявили Нет Бойкот Интересный Для меня Рассказали Нет Ну Не то Что не Разговаривали Со мной А Две бабы Перестали Есть Еду Которую Мне присылали Ну Держались Они Только Одни Сутки Ну Это же Демонстрация Полнейшего Неуважения Ну Ничего Ну Мне Конечно Все Это Не понравилось Это Агрессия Это Злоба Которая Ну Как же Я буду Жить Я Покачала И Поняла Что Не надо Никому Ничего Тут Исправлять Учить Помогать Просто Изучай И наблюдай Поставила На них Крест И Фактически Что Произошло Я Как бы Когда ты ставишь крест Ты перестаешь исправлять Недостатки Ты как бы Смиряешься И терпишь Эти недостатки Ну Ладно Типа Поживем Буду Обходить Эти недостатки А Они же Чувствуют Что я Терплю их И им Кажется Что я Их Люблю А Когда Тебе Кажется Что Тебя Кто-то Любит Ты В Ответ Тоже Начинаешь Хорошо Относить Я Только Что догадался Площадь Перед ним Филмом Это Аналог Тюремной Камеры Да Но И героон Тоже Да Но Другой Героон Это Невиновный А Немфилм Это Виновный Ну Это Общие Камеры Это Как она Называется Я уже Забыл Глент Это Карцер Как Знакам Нет Кич А Это Кич Отлично Не Ну Было Вопрос Почему Меня В камере Потом Любили Нет Я Не Голословно Говорю Что Меня Любили Меня Действительно Там Любили Например Такие Были Ситуации Когда Кто-то Увозили На ИВС Кого-то ИВС Это И Временного Содержания И Толета Временного Содержания Как будто Все По полгода Провели Меню Ну Меня В Суворов Других Не В Суворов В разные Места И Обычно Начинали Вот так Шпынять Что Ой Ну Слава Богу Отдохнем От тебя Хоть Там Кого-нибудь Ну Когда Моя Очередь Пришла Уехать На ИВС Я Тоже Говорю Ну Вот Отдохнете От меня Недельку А мне Говорят А мы Что-то От тебя И Не Устали Ну Это Ж Есть Проявление Симпатии Нет Я Потому Что Я Не Выдумываю Что Меня Там Любили И Мне Было Непонятно За Что А Оказывается За То Что Я Поставила Площадь Перед ним Феумом Поставила На них Крест Устроила Площадь Перед ним Феумом Нет Ну Понимаете Камеру Можно Так Сказать Передать Хотя Б Частично Оказывается С помощью Архитектуры Оказывается Нет Ну Это Не Просто Там Храмы Так Строили Там Тюрьмы По-другому Так Ну Получается Что Дружба В которой Даже Если Есть Возможность Помочь Но Никто Не Исправляет Свои Недостатки Она Вот Эта Дружба Возле Нефеума То есть Ее Можно Организовать Легко Если Понимать Нет Ну Вот Невиновный С чем Он Сталкивается Невиновный Приходит В камеру И Ему Не Нужно Оправдываться Соответственно Он Сам Неоправдываясь Он Позволяет Себя Понимать И Других Видит А Невиновный Ой Виновный Он Оправдывается Он Врет Он Не Хочет Чтобы Его Разоблачили Как Следствие И Не Видит Других На Не Вот Это Тоже На Примере Джордан Гольфистки Хорошо Показано Она Не Чистоплотная Спортсменка Она Обманывала Там Шарик Для Гольфа Переставляла На Более Удобное Место Чтобы Победить Это Считается Вообще Позором Последним А Как Это Будет Она Будет Любимой Спортсменкой Публики Потому Что Она Будет Ходячей Ходячая Тусовка Она Не Хочет Чтобы Ее Разоблачили Она Не Разоблачает Других И Роскошные Вечеринки Гораздо Уютнее Дружеских Посиделок Где Каждый Наведу И Получается Честно Спортсменку Будут Любить Меньше Чем Бесчестно И Спорте Оказывается То же Самое Все Но Как Всегда Можно Это Использовать Нет Ну Попадает Невиновный В камеру Его Давайте сначала это А ты потом повторишь Значит Понимаете Вот эту ситуацию Я уже заткнулся Ее можно использовать То что Которое В этом Согласся То есть Ты Зашел У тебя Случилась Аномалия Мозги Стали работать Непривычнейшее Состояние Выдержать Ты можешь Это Две Три Четыре Минуты Дальше Ты можешь Тут же Сбегать Отдохнуть Вниз А потом Отдохнул Опять Так сказать Вот То есть Понимаете Вообще Повсюду И везде Это все Отерещено Что Найти Так сказать Тем С кем У тебя мысли Так сказать Унажаются Это большая проблема Надо ехать Далеко И долго Значит А потом Точно так же Далеко И долго Надо куда-то Ехать Чтобы найти Такую Тусовку Покруче Представляете Как это здорово Да Что тут Ты можешь Таскать Туда Сюда Это все Можно Быстро Ну и вообще Можешь Регулировать То что Таскать С тусовки Сразу Не уйдешь Таскать Не всегда Удобно Таскать Значит Пришел К этому Какому-нибудь Положенцу А потом Через 3 минуты Ну ладно Я пошел Так сказать Я сейчас Глотку Грызть Значит Тоже Неудобно То есть Вообще Это Замечательный Тренинг Не тренинг А как он Там Называется Тренажер Это Замечательный Тренажер Если Кто Опасается Сразу Садиться Таскать Тюрьму Чего Благоу Рекомендуем Значит Это Можно Съездить В Турцию Согласен Только Там Все Плохо Гостиницы Там Толковой Нету Значит Как Подыматься Даже Если Она Была Непонятно Это Надо Такси Брать В общем Короче Там Все Плохо Но Может И Справиться С годами Я не знаю Тебе не было Страшно Или Ты По зрению Не видела Что Там Вообще Не огороженная Видела Но Чтоб Совсем Страшно Не было Ну Я Человек Аккуратный Я думал Значит Что Если Мы Съедем То Больше Я Об Этому Не Вспомню Никогда Вдохну Как Вы Вообще Крутили Руль Нормально Да Я Аккуратно Старался Ехать Так Чтобы Всем Комфортно Было Но Видимо Не Очень Получилось Если У вас Так И У У У У У У У Оборот Может Я Вам Помогал Да Мне Страшно А он Сидит Спокойно А я Спокойно Должна Бы Страшно Отлично Так Я Оказывается Участвовал А вы Меня Обозорить Хотели Так Ну В общем В любом Случае Там Есть Проблемы Значит Как Вспомню Наши Поездки Когда Мы Потом Лежали По Три Дня Оба Раза Значит Но Я Надеюсь Все Туда Еще Попасть Потом Расскажу Если Подвернется Без Вас Уже Всех Походить По городу Так Значит То есть Это Великолепный Тренинг Что Ты Хотел Сказать Я Перебил Просто Чтобы Ощутить Вот Они Смотрят Тренинг Туда Сюда Острел Устал Сегодня Пошел Там В баню Или Куда Не А ну В камере Тот же Тренинг Можно Устроить То Ты Как Это Начинаешь Бороться С недостатками Людей Когда Уже Совсем До Три Сучки Камера Доходит Перестаешь И Тебя Опять Любят Нет Кстати Говоря Это Было Такое Что Не Так Что Я Решила Что Больше Вообще Помогать Им Не Буду Там Периодически Я Какие-то Вбросы Делала Например Мы Разговариваем Я Перебью Сейчас Продолж Вот Что Вы Все Представили Слата Сказала Что Они Не Знают Примитивных Вещей Детский Сад Уровень Пример Могу Привести Я Офигевал Когда Я В Этой Большой Камере Жил На 18 Человек Там Было Много Молодежи Просто Обалдеваешь Насколько Они Не Представляют Что Можно У Кого То Чему То Учиться В Принципе Или Уважать Старших Не Там Как Черный Порядок Предполагает Что В том числе Его на дороге Не ставят Ночью И так далее Но Я просто Говорил До какого Уровня Можно Докатиться Не Уважать Старших Это Вообще Это Дно Вот Это Точно Дно И На таком Дне Там Всякие Мелкие Жулики И Находятся Те Которые Работают По Ограблению У меня Сосед С другой Стороны С одной Стороны Был Вич А другой Зарабатывал На том Что он Грабил Гаражей Так Дальше В общем Периодически Я делала Такие Светлые Вбросы Которые Подбрасывала Всех Например Сидим Разговариваем Я говорю У меня Сердце Заболело Вы тут Что-то Наврали Это Жесткое Кажется Жесткое Я Прыжнули Именно Оттого Что Это Так Непредвиденно И Так Неожиданно Человек Теряется И тут Же Начинает Вспоминать И говорит Вот здесь Обманул Это Меня Все Время Поражает Насколько Это Действует И Действительно Проходит Сердце Я говорю Ага Прошло И Нет Все Время Так Ты Не Сможешь Себя Вести Они Не Вытерпят А вот Такие Легкие Вбросы Только Укрепляют Потом Любовь К тебе Потому Что Еще Чуть Чуть Страх Добавляется К любви Нет Это Я К тому Что Вообще Вот этот Героон И Нимфиум Это Как бы Объяснение Как Невиновному Вести Себя В тюрьме Нельзя Постоянно Вперед С флагом Строить Цепочку Тебя Просто Убьют Периодически Нужно Устраивать Нимфиум Причем Нимфиум Должно Быть Больше Чем Героона Ну По счастью В больших Камерах Там Вообще Углые Таскать Семейками Все равно Живут Можно Таскать И переходить В одни Только Развлекаются Других Таскать Разговаривают Там Самый Главный Угол Таскать Типа Красный Тук Он Не Красный Просто Черный Угол Кстати Говорял Не там Ни Коностас Вот Ну Там Вот И Смотрящиеся Идеи Там И прочее Вот Как бы Там Философская Деятельность Вот Всегда Наибольшая И наиболее Часто У нас У нас У 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 Все Отлично Героон Помнится Мы Обсуждали Там Помните Это Стакан Там И То 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 Оно Понятно Что Наилучшее То 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 Наибольшие силы Мысли У тебя Должна Быть Тогда Когда Ты Оказываешься Рядом С Положенцем Настоящим Конечно Когда я говорю Положенцем Я имею в виду Только Настоящий Потому что Таскать Фальшивок Сколько угодно Значит И к нему Правильно Отношишься Не Ну то То есть Вот Понимаешь Что Он Так Чем Он Нужен То 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 Вот Получается Что Героон И положенец Только из одного Этого Можно Заподозрить Что Героон И положенец Это синонимы Но Гер Все время Говорят Что герой От него Слово Да Но Вот это Вот Я Не знаю Конечно Греческого Языка Так Со словарем Местами Иногда Но Геро Это По-моему Еще старый Или Предок И я Вот Делаю Смелое Предположение В главе Которую Мы сейчас Обсуждаем Но Которую Никто не читал К счастью Потому что Не дал я Значит Это самое Что Вообще Героон Это место Памяти Или Концентрации На Отце Всех Пиратов Так Значит Тут Надо К пиратам Перебираться Значит Пираты Значит Место Вы помните В котором Мы находимся Это Пиратские Территории Это Не значит Что Все Здесь Пираты И Не значит Что Все В море Ходили Но Это Таскать Территория Где Поддерживалась Пиратская Философия Она Пиратская Философия Может Совпадать С философией Неудачников Правильная Пиратская Философия Не может Совпадать Совершенно Верно Значит Соответственно Значит Вот Из Всех Значит Из Всех Пиратов Должен быть Самые умные Положенец А Если Собрать Всех Положенец То Вот Собрать Всех Положенцев За Многие Века И Тысячелетия То Кто-то Один Из них Должен Быть Вообще Отцом Помните Как Сталина Называли Отцом Назывались То есть Вот Героон Мы Как-то Условно Сказали Что Так сказать В попыхах И раньше Что Героон Это От слова Герой Но Это Еще Может Происходить От слова Предок Или Отец Прапредок Вернее Там Отец Не очень То А вот Про Предок Вот Ну В общем Каким-то Образом Это На том Месте Где стоит Героон Получилось Но Это Могло Получиться Среди Прочего И Потому Что Место Это Особенное Теменос То Что Мы Говорили Значит То Место С которого Легче Всего Ты Хочешь Перебить Сразу Моментально Скажи Я знаю Что Ты Сейчас Не Хочешь Но Просто Я Говорю В Любой Момент Я Готов Заткнуться Значит Это Самое То Место С Которое Можно Соединиться Вот С Там Помните Лавочка На которой Мы Выступали Которая Я сказал Вот Лавочка Хорошая Как Здесь Хорошо Это Лавочка Это Единственное Что Осталось От Храма Зевса Там Напротив Героона Был Храм Зевса Но Во Время Землетрясения Рухнул От Него Осталась Одна Лавочка И Еще Там Возможно Скорее Всего Вот Какие Основания Колон То Одна То Две Но Храм Зевса Больше Восстанавливать Не Стали Я С Жопой Чувствую Понятие Сел На Лавочке Классное Место Мне Нравится А я Тогда Это Объяснил Что Просто Это Напротив Героона Вот Теперь И Дождь Мы Можем Посмотреть Соголос Под Дождем Может Быть В Этом Есть Что То Что Когда Мы Шли Сюда Сказать Именно Об Этой Лавоч Начался Дождь Ну Не знаю Таких Тонких Вещей Я Сразу Сообразить Не Могу Но Лавочка Оказалось Не Просто Так Лавочка Оказывается Это Очень Древняя Лавочка И Возможно Даже Более Древняя Чем Героон Потому Что Как Утверждают Ученые Они Могут И Ошибаться Что Вот Эта Лавочка Это Все Что Осталось От Храма Зевса Еще Кусок Стены Остался Может быть Вот это Основание От Храма Зевса Значит Все Остальное Разрушилось И Восстанавливать Не Стали Но Вообще Какой-то Какой-то Смысл В этом Есть Потому Что Получается Что Вот Допустим Вот Это Храм Зевса Храм Отца И Героона Это Тоже Храм Отца Отца Всех Пиратов Как-то Вот Почему-то Соседствовать Они Не Пожелали Я Имею Ввиду Что Сначала Храм Зевса Разрушился А потом Вот Это Построили В общем Я Не Знаю Как Тут Что Было Зачем Могут Ошибаться Тут Нужны Действительно Большие Специалисты Чтобы Этому Разобраться Но Что-то Наверное Интересное И Это Есть С Годами Возможно Мы Это Расшифруем 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 Ну Не Ну Просто Мы Ж Вот Чтобы Понять Что Такой Вот Комплекс И Что Такое Значит Вот Комплекс То есть Целый И Что Собой Представляют Элементы Мы Для Этого Сидим И Обсуждаем И Среди Прочего Узнали Что Там Как Здорово Все Сделано Что Можно Блин Ходить Туда Сюда Там Еще Могли Чем Подправить И Подделать Что Камни Из Разных Мест Привезены Допустим Ну Для Нимфиум Ну Ладно Это Уже Совсем Тонкости Это Я Уже Никак Не Могу Отследить Значит Как Ты Думаешь Что Надо Продолжить Нимфа Два Ее Мужа Нимфа И Два Ее Мужик Вы Что Нибудь Запомнили Про Нимфа Два Ее Мужей Двух Ее Мужей Про Нимфа Слышали Про Двух Мужей Нет Отлично Нет Я просто Знаю Я хочу Узнать Я В аудитории Что Знаю Откуда Мы Это Узнаем Об Этому Сказано В фильме Документальном Ага Вот Есть Фильм Снятый Вот Этими То Ли Бельгийцами То Ли Еще С кем-то То Ли Вот Вы Смотрели Бельгийцы Это Клан Который Там Все Рассказывает Это Как Раз Начальник Бельгийский Начальник Этих Всех Раскопок Недавно Умер Умер Недавно В 21 году Никуда Не поспеваем Сюда Опознаем Ладно Может быть Наоборот И не надо И не надо Может быть Ну ладно Я горчаться Ты что Все Мы смертны Вот Значит Там Среди Прочего Значит Вот Рассказывается История Для нас Сохранилась Кто построил Вот этот Нимфиум Значит Мы с вами Прошли Значит Вот эти Вот Нимфиумов Я там Насчитал Шесть Штук Но Скорее Всего Их Больше Нимфиумов Нимфиумов а значит вот перед нами очевидно еще один нимфиум значит но мы поскольку интересуемся нимфиумами то сравниваем значит способы оформления их ну вот здесь вот это сохранился только нижний этаж это кто-то пошибал лица догадываюсь кто значит верхний этаж вот видно что-то было место для статуй видимо самых прекрасных и их то ли в музей привезли то ли те же самые люди которые разгромили значит библиотеку разгромили и это ну что тут ничего такого на первый взгляд не вижу ну если покачать то можно что-то найти вот единственное новое то что мы нашли поскольку здесь пересохшие то вот тут вот внизу сток он идет значит видимо в нижней там ниже как раз надо горой значит тоже нимфиум ну в общем воды в этом городе было предостаточно и я если не перепутал где-то читал что в итоге от землетрясений и куда-то исчезла вода я не могу себе представить тут вот воды было залейся столько нимфиумов повсюду плюс грандиозных размеров баня я не знаю еще наверно будут когда-нибудь найдены бассейны не но город не раскопан ну просто идешь эти поля значит вот эти вот а вы обратили внимание сразу не обратил внимание даже не сказал тогда как писали вот это вот стоят вот эти вот колонны в бане они метра на 4 светлые наверх а вверху начинаются темные цвет эти колонны просто где были эти самые как называется почему светлые здесь внизу светлые сверх темный а это вот обломки после землетрясения они завалили значит до уровня метра 4 на от уровня от пола этого этой самой бани значит соответственно это не кислотные дожди и прочее значит это не портило то есть вот в можно ли видно то есть я к чему говорю какой мощности там повсюду вот эти вот завал не найдешь отовсюду там торчат колонны нет просто идешь по колонну елки-палки значит грандиозные кучи я к тому что раскопано то очень мало вот то есть там этих нимфиумов может быть и еще най найти найти так вот значит вот они нашли до ряд камней с надписями и видимо на их основанием то что на литературные источники никто не ссылается когда пишут а согласие значит которых мы у на по счастью мы можем узнать кто построил сейчас тебя на спроси слад кто построил нефиум женскую версию истории сможешь почему женскую а потому что я мужчина я тогда скажу другую версию очень очень долго это рассказывать ну ну как всегда меня перебьет не даст рассказать построила женщина которая ну судя по тому что ей удалось построить такой нимфианский нимфиум можно предположить что она сама была нимфой потому что ой я просто подчеркнул ребят получилось то что нужно самый настоящий нефиум самый настоящий самый настоящий комплекс получился вот комплекс я не знаю как этот комплекс называют то есть его называют там гиги герион а это нефиум на самом деле это какая-то духовная часть я не знаю наверное может это имеет какое-то название судебы не знаю так женщина который построил нефианский не пил просто мы много же не пьемов посетили ни на каком не было такого чувства то есть это строили не нимфы а что-нибудь вроде и лжематриархатчиц там в общем это было подражать их так концепция почему не вьем должна строить нимфы потому что геро он должен строить срединщик все понятно наполнение передается чернина просто чем нефа отличается слад от ну базарной баллы от лжематриархатчица до лжематриархатчица лжематриархатчица это 2 ипостаси лошадь и скорпион в одной ипостаси она хочет всех раздавить и уничтожить представляете на базарную бабу на всех кроет ну или другой вариант она унижается чтобы пнули и и такое тоже все видели где-то мы поставим нужно одна и та же женщина может меняться нимфа же у нее совсем другая функция главная функция темная функция нимфы это усиливать быка делать его сильным соответственно нимфа это та которая будет все время мужчину и очень даже успешно воспевать это вот легко представить по фильму гэсби нимфа это кто беленькая как и дейзи она ничем там не занимается кроме как говорит мужчинам комплимента вы дурочкой дэйзи бьюкинен золотая девушка она излучала обезоруживающее тепло словно ником она называет эту дурочкой не был понимаете какое дело нет вот сладко я дополню вот что делает женщина самого дна это самое она прет на пролом подчиняет мужика и он быстро умирает а нимфа может значит у нее другая функция она не подавляет мужчину она его усиливает и первый умирает но значит если на дне существует только один тип он ужасно скучен то нимф существуют разные эти уровни с уровня старого диониса с уровня молодого диониса 100 раз это смотри архата то есть вот нефа это развитая женщина она в состоянии понимать что на свете существует что-то кроме нее базарная баба ничего не понимает кроме то что есть она и есть ее желание а все остальное это вообще ничего это то что мы раньше называли же по женщину приносящие ударь из ним это не по женщину но и я опять повторяем она возможно разных сортов и здесь вот мы не будем углубляться на этом семинаре потому что у нас времени хватит значит значит вот это женщина который помогает вот дейзи ее содержат вот так вот жирно и богато за то что она усиливает этого своего мужика он ничего как бы не делает он там как-то классно говорить не в каком фильм то что я два смотрел с половиной значит он говорит мы не работаем мы контролируем это слезы под дождем до бизнесмена такого уровня не работают они контролируют моя дорогая мисс контрол такие как лорд бридон ничем не занимаются они контролируют ну слава богу что есть у нас ты потому что потом действительно но на самом деле она действительно так но там что там видно по лошадям вот это вот он там но вот он в таком виде возможен только если он находится в паре если есть кто его усиливает или может там и какой-нибудь неопределившись с полу может заменить не знаю вот в каких-то случаях вот вот и об этой нимфе построивший идеальный нимфиум известно то что она была замужем за очень богатым человеком который построил площадь для торговую площадь для продажи элитных товаров мы опять значит нашли еще одну площадь значит тут видно совсем уже мало что осталось от нимфиума вообще тут понятно что это такая вот каскад этих вот самых нимфиумов один и верху тот который самый главный нас интересует рядом с герооном потом вот это потом мы показывали или покажем значит там внизу есть два нимфиума то есть вот такой вот каскад даже вот когда ко мне слата сказала как вы угадали в этом небольшом количестве значит камней что это был нимфиум ну я теперь научный более низкорасположенными фирма говорю а вот смотри тут же вот есть вот это вот отверстие вот там и лежат вот эти вот какие-то канава или как это называется вода вот очень совершенно очевидно что это идет одним фильмов ну и плюс тут собственно вот есть какие-то интересные скорее всего символические какие-то фигуры вырезаны значит вот на плитах значит вот я не знаю всегда считалось что это символ солнца может это звезды не знаю чего но может быть когда-то здесь были надписи которые поясняли что здесь нужно вот один камень кстати говоря с надписями есть вам правда перевернут да и по-гречески я читать не умею но в общем но во всяком случае если именно эта площадь который строил муж этой нимфы который построила нимфиум значит тогда очень интересно что он просто вблизи ну просто потому что храм фортуны вот вот он здесь расположен то есть они вообще соприкасаются вот эти две а горы ну значит в этом есть какой-то смысл над которым надо поразмышлять вот значит мы рядом с храмом фортуны интересно еще называют иногда храмом тюхе то есть судьбы значит вот он обычно классический располагался на посередине рыночной площади в перге так и в седе так и везде но я на что обратил внимание что вот эти храмы они почему-то внимание туристов не привлекает может это хороший знак а может действительно на существенно скучно но все равно значит вот тут вот как бы хотя видно что торговцев не немного было ну может быть туда дальше то распространялся этот рынок потому что все рухнул туда во время землетрясений вот но собственно самое главное что мне понравилось и заинтересовало то что вот эти вот значит а горы строил муж и жена вы первый муж нимфы вот просто они вот просто один с другим соприкасались вот отсюда не всем видят вот он тоже строил не всем скорее всего он же и строила первый муж вот этой нимфы ну какой он скромняшка по сравнению с тем что построила жена второго мужа покойного вдова ну да и героон отсюда виден в общем и колонны и ворота в общем короче интересное место как ни странно и он должен быть виден но его никто не заметил пока мы там бродили по верху значит мы находимся сейчас на уровне нимфиума который как бы дополняет вот героон нимфиума который построила вот это вот женщина нимфа значит что здесь интересно вот прямо перед нами у ног находится значит храм не круглый а вот такой вот квадратный а может это от него остатки про которые вот значит в пояснениях пишется что это как раз вот храм тюхе храм фортуны храм судьбы значит что здесь интересно интересно здесь то что вот стоит храм тюхе или фортуны здесь же и статуя фортуны было значит и вот вот буквально вот тут ну не в нескольких шагах но вот напрямую не несколько десятков метров другой храм значит вот почему что за причина такой чистоты этих храмов дело в том что вот это вот какой-то был для нормальных людей торговая площадь а вот здесь вот было для випперсон да то есть вот випперсон на примере значит гипподрома мы знаем что их старались вот как бы отдалить чтобы они не портили ничего вот и для випперсон и вот они вот здесь вот для них торговали значит вот например ювелиркой то есть ювелирными изделиями но очень предметами из кожи ну дорогостоящими значит слоновой кости в общем и так далее понятно что все дорогое возможно даже и рабов здесь продавали значит а может и не продавали значит но все правильно значит разные категории не должны пересекаться но это мы уже обнаруживали исследуя гипподрома он строил просто площадь торговая она каким-то образом туда переместил с торговли элитными товарами то есть товарами для это самое как называется для хвостовства нет а то можно подумать что он такой гений блин что построил такую архитектуру туда заложил что туда вот как он захотел чтобы там было это самое вип торговля так она и получилась но все таки он сам был быком он построил по свой вкус да он построил по под свой вкус а был бык это роскошь хапуга она с ним разводится и выходит замуж за человека который построил библиотеку и причем он самый богатейший человек города этот второй ее муж в своем поколении сейчас находимся как раз вот у этой самой библиотеки который является ну одним из важнейших целей нашей вот сюда приезда значит но библиотека закрыта по случаю тоже весны потому что мы здесь уже второй раз первый раз здесь вообще шаром покатить туристов не было раз-два и обчелся а сегодня первый день байрама значит вот туристов многое по моему это в основном турки значит а внутрь попасть бы конечно хотелось потому что тут значит какая-то уникальная сохранилась значит мозаика смогут тут через решетку показать или нет надеюсь сможем смогут вот вот библиотека было меньше она как раз стояла надо к виду ком ну а к виду к это не обязательно где-то наверху а это вот проложен вода по вода вот и под землей может быть она стоит как раз надо к виду ком она целиком и полностью то что осталось от библиотеки заключено вот так сказать своеобразный саркофаг ну вот как раз все время рассказывают про библиотеку то что она была сожжена проекте значит мозаику они говорят все-таки главное что библиотека была построена над акведуком водоводом который вел 3 древнейшему нимфиуму в город в городе вот это на мой взгляд самое важное что только может быть их ухо красиво блин но темно вряд ли там вообще него там же везде вы стоят вот эти вот как они стоят а выемки есть которых стояли наверняка какие-то статуи впрочем небольшие по размеру но тем не менее они были значит эта библиотека но мы видим то сейчас саркофаг которые окружают эту библиотеку значит вот это вот библиотека она была построена вот вторым мужем нимфы значит и видимо это был настоящий ее муж то есть это нимфа которая приносит удачу она может выбирать из самых-самых богатых настоящая не по высокосортная такая крупный жпу за ней гоняются все то есть она может и не ходить от второго по богатству к первому потому что нимфа всегда выбирает сильнейшего в отличие от уже матриархатчица уже матриархатчица чтобы выбрала мужчину она от драка да она выберет проигравшего тому кому в нос дали это потому что она любит жалеть я тебе всю морду на пью понял и сюда прыгнешь так же как гэтсби да там хорошо показано как дейзи выбирая между томом и гэсби выбрала в конечном итоге тома потому что том переиграл гэтсби развел его и показал его дешевые манеры дэйзи все поняла спокойненько вернулась к мужу и еще убил еще убил без усилий это не значит что там хороший это значит что он просто победил в глазах дэйзи дэйзи соответственно у у них и есть большая проблема она не в состоянии отличить абсолютную силу она может примерно так сравнивать но она же не умная это даже не матриархатчица и вот у нее был один муж построивший элитарную торговую площадь у нее был муж который маленький самый маленький путь однако шана элитарная они не картошку продавали и денег она приносила думаю больше чем картошка у нее был уж второй который построил библиотеку а крутой да это что такое рынок по сравнению с библиотекой не по сразу же конечно выберет того библиотеку построил но ведь есть 3 который построил геро он так туда не надо погружаться запрещаю значит посещу еще раз согласно выясню какой порядок построения был герман и библиотеки и тогда можно будет ну извините потерпите несколько месяцев а что вы думаете мы все знаем что ли нет даже но предположить разный вариант и можно если он был покойный на тот момент не по все равно реагирует на покой потому что нимфеум этот она построила когда ее второй самый богатый муж умер уже она вдовой строила так мы выясняем личность вот этой который построил вот это построила не просто абы какая не чья-то там дочка не хята любовница а то которая таскать есть проблема отвести человека под венец она непринужденно отвела двух довольно могучих значит людей я думаю что тот который построил площадь на свои деньги тогда принято было такие вещи строить на свои деньги то есть который построил там со статуями со всеми этими делами с храмом маленький храмчик такой мы бы такой сами построили но приятель мы бы я думаю легко вырубили но в любом случае понимаете само это событие и и немалый вес в городе во первых нужно чтобы тебе позволили наверняка это городская площадь они частные какие-то там вот значит во вторых вообще надо столько денег иметь а еще надо их не жалеть еще надо их не жалеть это я просто к тому что она легко и непринужденно выходит замуж за вторым если бы она жила 300 лет молодой я думаю так ладно не буду это же получится одолин а не нимфа хотя конечно удален от нимфы есть ну нет вариантов развития событий очень много да и нужно знать последовательность но при любой последовательности какая бы ни была последовательность в любом случае не фильм построен позже героя на мне кажется или одновременно но очень где-то реальне фильм после героя на это понятно но с каким отрывом да вот я к тому что совершенно так первоначально для всех я думаю что кто-нибудь захочет поехать когда делать нифига будет это самое первоначально город был очень аскетичный храм воды помните там никаких не стату ничего не предусмотрен где библиотеку под библиотеку это не фильмов для матриархатчиков и патриархатчик возможно значит мы находимся опять таки рядом с нимфиумом причем это насколько я понимаю по объяснениям самый древний который вот есть согласие и вообще вот мы видим что оформление его от всех вот этих вот линейных архитектур этих самых нимфиумов отличается да то есть вот самое храмовое потом я смотрю на так сказать вот там вот вода вытекает значит и в общем то маленькая струйка понятно что такая маленькая струйка она может напоить только ограниченное число людей то есть у меня такое подозрение что если уж где-то есть освещенная вода то скорее всего это здесь и вообще ощущение такое здесь особенный то есть вот тут вот освещенный построенный пиратами если хотите жрецами значит окведук шел вот именно сюда и тут вот очень интересно получается что окведук вот он в идет и идет так вот примерно да и тогда получается что поверх акведука построена библиотека то самая библиотека но мы сейчас мы к ней подойдем в общем очень интересное такое сочетание плюс тут вообще ближайшие . место вот так больше на ошибе значит тут вот и место где как бы строение я насколько понимаю было мало но был театр и театр этот вот самая высокая точка города все все остальное расположено ниже вот все-таки это храм и туристов здесь нет сегодня выходной первый день байрама библиотека закрыта внутрь провести мы не можем вот и на и народу сегодня просто аномально много еще раз повторяю это первый день байрама и тем не менее хотя бы туристов все-таки достаточно много здесь нет никого кроме нас там же ничего нет никаких не статуи не резьбы вообще ничего это он такой есть но это как бы со старых времен то есть вот гор первоначально был таскать более аскетичен это потом вот он там мрамором украсился это мрамор еще привезти нам было откуда так и чё я не помню это не важно когда с каким отрывом было то есть да то есть вот то есть вот эти площади скорее всего они в каком-то виде существовали потому что они имеют назначение а уж потом они приняли вот допустим такую красоте и совершенно не свойственно для начальных этапов развития города как вот этот нимфил то есть не неизвестно я чую собираюсь наехать на этих среди прочего у меня несколько целей но одна из целей наехать на этих вот бельгийцев которые чтобы выяснить таскать подтолкнуть их заставить чтобы они несколько сообщили даты приблизительные хотя бы когда была библиотека построена когда был храм воды когда героон и когда вот это известно что они все построим позже библиотеки потому что расстроила его уже вдовой то есть и вот это вот вот нет версии развития событий там очень много основных зацепок пока нет но есть вот такое предположение у меня что почему умер муж нимфы почему она вдова муж умирает тогда когда нимфы считает его слабее кого-то то есть это очень опасная жена нимфа как только она посчитает какого-то мужчину сильнее захочет перейти она-то предыдущего убивает ну как дэйзи она же убила газ это мы обсудим следующий раз получается все перепутано немножко то есть дэйзи принимала участие в убийстве дэйзи я так прямо скажу просто ощущение было что когда убили имя такой вид хладнокровный и как-то мне не сопоставлялась прежнюю века и и как сказать вид такая дурочка с переволочка типа а тут такая хладнокровная и думаю что да скорее участвовал каким-то образом ну да вот так больше по ощущениям представляю как возможно жених ладно сейчас то вас просто так не женишь но по прижиме со стройкой физиономии я добрый я всегда мягкая ласка а потом разобрать я на базаре работаю так совершенно неважно был ли жив строитель героона или не был но совершенно очевидно что строитель героона был выше чем строитель библиотеки это очевидно что да это как нет я полностью согласен с тобой но я просто хочу сказать что судя по тому что этой женщине позволили строить ним всем и вообще все так получилось то это не просто так пиратский город был это был пиратский город в котором так сказать вот высшие должности занимали те хоть что-то петрят в жреческих делах именно поэтому взяли они построили город вокруг скорее всего этого тименоса не ну потому что нету мотиву других никто не может понять мотив единственный мотив жреческий мотив то есть строили вокруг тименоса наиболее с моей точки но если строили вокруг тименоса то с вероятность что человек заложивший этот город был светлый а не темный до темные как ахиллес по другим молодец это у меня не написано я пишу и украду и не скажу что ты скажу так но сейчас могу сказать это она придумала только что ну так вот неважно еще раз повторяю был на тот момент жив строитель героона или не был жив если случилась такая вероятность что это нимфа решила что строитель героона сильнее ее самого богатого мужа то она ничего собой не может сделать она начинает процесс перед перепрыгивания к этому строитель и героон даже если он умер даже если а у нее подсознание она не может никак что она будет делать она убьет предыдущего что мы и видели да он умер она строила нимфеум вдовой когда настроил этот нимфеум разве это не было супер подкатом к строителю героона она же ему помогала как можно к светлому подкатить только помочь этот нимфеум спасал героон потому что его бы разрушили если бы не было этого нимфеум вот еще хорошего 1 формулировка советую затормозить на ней немножко подумать действительно уничтожили бы этот героон все против него но если не было нимфеум нет но можно его он мог бы быть не разрушен если бы была такая вот интеллектуальная насыщенность у города то хранили бы так сказать там на всех углах стояли учителя объясняли что да почему да но это конечно так сказать вот из золотого века нечто значит вот скорее всего разрушили и она фактически это спасла вам могло быть два периода истории первый период истории он еще держался каким-то образом в каких-то более простых способах храм зевса был зевс это же тоже примерно то же самое так ребята вот просто вам примете храм зевса это вообще пять метров двери храма зевса да там не дверей в эту герою не туда значит на стены ну ну 8 метров и ну нет 5 5 на максимум 6 так значит у нас два варианта понимаете можно начать отбрасывать от того что от плясывать от того что нимфа строила этот нимфеум исходя из светлых то есть вот множество версий которые возможны можно разделить на две группы одна то что значит она и светлых побуждений строила ну просто вообще жреческих это не значит что она в мире жреца а это значит что она уже туда растет просто она в процессе роста а могу быть из темных ну а то есть как часть охоты на строители гераона который видимо был не но если тут был и так самый богатый тут должен быть еще богатый другой поколение в как раз это такая вещь особенность она не всегда оценит по богатству гэтсби и тома одинаково богаты она выбирает того потому что он кого-то сманипулировал гэтсби моим короче если там главный принцип значит она вода стройки светлых могла истюм слата всегда разбирает темные мотивы значит а потом удивляется что оказывается есть светлые я тут на самом деле для того чтобы нормально мозгами шевелить мозги значит такой вот серые клеточки значит это самое вот для того чтобы серые белые и прочие клеточки они шевелились надо и вообще-то завершать на самостоятельно но послушать сначала то скотину . зрения или другую точку я чрезвычайно ценю потому что мы друг другу я сладу во всяком случае ценю потому что хочется с ней спорить значит активизируешься значит что-то выдаешь я думаю что то же самое действие призываю я на тебя как она придет нам трясущаяся спать поиска прочтения головы но тут же начинает я могу вы будете рассказывать светлую версию нет но могу коротко очень время то нет не ну светлая версия она примитивная значит просто вот нет но мы вышли измененные из тюрьмы нет вышли измененные стюрьмы значит она могла пообщавшись этому с этим мужем кстати муж мог умереть раньше потому что он просто старше ее намного да такая версия это такая возможно понимаете то есть чудес не бывают страну девяносто летний женится на 30-летнем самому можно сказать вот значит она все-таки проплетала пропиталась вот этим вот духом черного порядка ну или так сказать вот ядром ядром мировоззрения положенца который там в стакане сидит красивый парень там между прочим вот он мне конечно он не напоминает почти там саша сухаря но он такой же молодой это глава сохранился статуя которая была в героине внутри здания видимого изо всех концов города стояла четырехметровая статуя этому неизвестно кого изображал эта статуя наверняка это был человек сыгравший важную роль в истории города это тут неизвестный герой как мы утверждаем тюремный герой очень серьезные темы но вот так должен выглядеть смотрящий ой извините положение вот так должен выглядеть положение значит ну и решила вложиться понимаете это же самые счастливые занятия всех которых может быть как только мы начинаем воспевать кого-нибудь не того настроение тут же портится она занялась помощью так сказать вот укрепление гераона и передачи знаний через века даже до нас дошло через две тысячи лет а до нас дошло еще неизвестно теперь с нашу подачи сколько продержится вот то есть она вот занялась вот этим так сказать но возможно конечно еще одна версия что она стала думать что вот ее второй муж это одна это ученые что ее муж в следующем рождении будет еще круче будет такой же как житель вот этого стакана с героона и так сказать вот она ему готовила таскать подарок для встречи следующих воплощениях очень понятно я у меня трубил меня все они я скажу что мы можем тебе 10 версии минимум придумать значит у нас не хватает данная поеду отрубать туда в соглас будут там с ними может быть даже что-нибудь пить хотя я не люблю этого делал совсем я понимаю что у меня не понимаете значит все заканчивается дайте я все-таки вернусь к своей темный вот уж чтобы выяснить как попадатом хотя бы таскать чтобы снизить количество версий вот но все-таки вот для понимания нимфы я немножечко поясню свою полутемную все-таки это полутемная версия потому что совсем темно это лжематриархат а здесь мы описываем действие нимфы это уже сколько ступенек человек вырос не вот так уж устроена даже она ну как бы надо смириться с ее данностью вот она если она кого-то посчитала сильнее а она может посчитать сильнее не только самого богатого но и самого умного потому что умный может сманипулировать богатым ну сманипулировать слово плохое утонченные приемы скрытого управления вот утонченную скрыто управить убрать если нимфа увидят как строитель героона утонченно скрыто управнул ее мужем все на мужа приговор он умирает после этого это это не по поэтому ты должен рядом с личной с хорошей женой хорошего человека встречаться нельзя все понял нет это хорошее правило спорта нахер потом потом разрушил семью если никогда не пытайся показать женщине что ты круче ее мужа зачем если ты это показываешь ты уже отбиваешь а лучше на всякий случай вообще женщина пусть на кухне там это даже если она нимфа и архитектор и еще кто-нибудь в общем есть особенность особенности жизни безопасной жизни рядом с нимфой их надо знать вот так вот есть одно доказательство что она все-таки строила этот нимфиум как нимфа потому что если бы она строила из абсолютно светлых жреческих мотивов желая вырасти то она попадает матриархат а матриархат это совсем другие отношения и такого веселья этого нимфиума не будет будет скучно там не уныло скучно как в лже матриархате а муромизировано скучно ну очень прижимно так слад спасибо 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 все и и и и и и